Этот скромный автомобиль жители Витязева узнают издалека. За рулем Василий Бледнов, рядом Сергей Уханев. Их имена в поселке знакомы каждому. Вот уже второй год односельчане идут к оперуполномоченным с неурядицами, семейными драмами и даже жилищными проблемами. Незаменимые ребята. Были бы чуть постарше, можно было бы сказать, что даже за отцовским советом поврочаться можно. Профессию полицейского участкового и Василия Сергея выбрали еще в детстве. Карьерный путь оба начинали почти 10 лет назад. Разными были только города. Сергей учился в Петербурге, а Василий в Астрахани. Но ни один, ни другой тогда даже не могли представить, насколько через время шагнут вперед технологии обучения. Рентгеновские установки для досмотра багажами, ни комнаты с настоящими жильцами и даже небольшой пункт полиции. Все условия максимально приближены к реальным. Так сегодня выглядят учебные классы полигонного центра в Краснодарском университете МВД. Будущие участковые здесь на практике отрабатывают теорию. В список занятий входит даже профайлинг, прогнозирование поведения человека в той или иной ситуации. Кубанские преподаватели стали одними из первых в стране, кто разработал эту методику, рассказывает начальник университета Александру Ткачеву. После осмотра современного учебного комплекса губернатор пообщался с молодыми участковыми нового поколения. Надо, чтобы наши жители, граждане Кубани, в общем, почувствовали себя достойно, безопасно. И верили, доверяли власти, а значит полиции. Ваше поколение, оно должно уже сделать совершенно такого, привести европейские стандарты, качество, ответственности. Естественно, мы будем думать, чтобы поднять зарплату, чтобы он тоже соответствовал этому уровню, чтобы шли сюда лучшие люди. Вот так престиж участкового полномочия сделать, чтобы человек встал на этот путь и дослужился подполковником. В год из этих стен выпускают почти полсотни квалифицированных участковых. Кто-то остается служить на малой родине, кто-то выбирает будущее в другом регионе. Всего же на Кубани сегодня около 2000 участковых. На общекраевом съезде отмечают, за минувшие 9 месяцев удалось достигнуть немалых результатов. Благодаря самым народным полицейским удалось раскрыть треть преступлений. На учет поставили более 14,5 тысяч правонарушителей. Помогли участковые в проведении больших массовых мероприятий, в том числе Олимпийских игр и Формулу-1. Теперь главная задача не снижать заданную планку. От участковых полномочий полиции края требую проявлять чуткость и всестороннее внимание гражданам, деликатность в общении с людьми, инициативу в решении задач общей профилактики, принципиальность и решительные действия по отношению к нарушителям закона, настойчивость в достижении конечного результата. Проявили себя участковые и в работе с несовершеннолетними. Регулярные совместные патрули с казаками по детскому закону тоже принесли свои плоды. Только в Краснодаре детская преступность сократилась почти наполовину. В этом году на 16% по состоянию на сегодняшний день детская преступность ниже, чем была в прошлом году. Поэтому та критика, которая сегодня исходит в части продолжения наших усилий по осуществлению детского закона, я думаю, даст положительные результаты. И мы сегодня в этом отношении набираем обороты с тем, чтобы в дальнейшем продолжать данную работу. В том, что Кубань сегодня один из самых безопасных регионов, немалые вклады участковых, говорит Ткачев. Растет экономика, прирастает и население. Только в этом году на постоянное место жительства в край приехали почти 26 тысяч человек. И задача участковых доподлинно знать, кто они и с какими настроениями. Никто лучше участкового не ответит на эти вопросы. Считаю, что нам пора брать под жесточайшие контроли каждый участок, каждую улицу, микрорайон. И сегодня в помощь участковым и казачьей дружине принятый недавно закон об участии граждан в охране и общественном порядке, позволяющей формировать дружины ДНД. Нельзя забывать и о таком мощном ресурсе, как ТОСы, домовые, квартальные комитеты, общественные организации. И край готов помочь полиции в этой работе. Тех, кто в этом году отличился примерной службой и оперативностью, сегодня отметили грамотными и ценными подарками. А чтобы профессионалы на службе задерживались надолго, Александр Ткачев вручил участковым ключи от служебных квартир. По краевой программе жилье получат 5 человек. В числе счастливчиков и полицейских из анапского поселка Витязева. Получение жилья – это огромный стимул для работы. Если всех участковых краев обеспечен жильем, в целом служба повысится показательно. Очень рад вручению ключей от служебного жилья. Будем служить, чтобы оправдать оказанное доверие нам со стороны граждан и руководства. Еще одним стимулом для работы станут родные и близкие, признаются участковые. В новые квартиры уже совсем скоро Василий и Сергей перевезут семьи. И тогда никакие сложности в службе уже не будут так опасны и трудны. Мария Крошина, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.